Пример, когда моделирование помогло уменьшить, уточнить стоимость проекта. Сразу скажу, что оно всегда уточняет стоимость проекта. Был кейс, когда моделирование привело к уменьшению объема доработки до нуля. Само моделирование при этом длилось на три месяца дольше запланированного срока, но консультанты в жарких спорах убедили сотрудников заказчика, что делать можно так, как заложено в модели управления холдингом, а не так, как хотел и до этого делал заказчик. Понятно, что какие-то вещи стало делать менее удобно, но тут уже вечная борьба юзабилити и стоимости. Плюс есть опыт конкретных людей. Заложено было несколько миллионов изначально, но просто, опять же, по статистике на доработку стоимость моделирования увеличилась, если я не ошибаюсь, где-то на миллион с хвостом. Это вот три месяца работы одного, по сути, консультанта. В итоге просто интеграции там какие-то были сделаны небольшие, а сама система была внедрена в типовом функционале. Так, примоделированный заказчик тестирует. Не тестирует, он смотрит коробочное решение, несколько адаптированное под него. Ну, это демо-примеры все-таки. То есть сказать, что какой-нибудь завод увидит прям всю свою номенклатуру и какие-то прям вот все свои нюансы производства – нет. На моделировании не все будет. Потому что если настраивать все, это слишком дорого будет. Вот донастройка делается уже после доработок. Но в целом прототип системы заказчик видит. И вообще с чем ему надо будет работать, он будет уже понимать. Коллеги, я перейду тогда давайте к практической части. У кого есть реальный пример, может быть, нереальный, а просто интересный вам лично, может быть, уже ранее реализованный, просто проверить методики расчета, включайте микрофон, я с удовольствием выслушаю. И мы посчитаем вместе несколькими способами. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, вполне. Перед нами стоит задача перейти с УПП на ЕРП. Сейчас в августе будет закладываться бюджет на этот переход. Как мне рассчитать стоимость, какой нужно заложить бюджет? Отлично. Абсолютно классический, типичный кейс. И это здорово. Давайте мы с вами прямо вот по вариантам расчета и пойдем. Хорошо. Единственное, я сейчас открою как раз калькулятор, просто по контурам мы пройдемся, какие у вас потенциально будут, сколько пользователей. Сколько рабочих мест будет у вас? Ну, до 50. Как вы оцениваете качество нормативно-справочной информации, которая сейчас в системе? Хорошие качества. Есть ли дубли или прям вот работа ведется, то есть НСИ нормализована? Нет, дубли есть и много как бы, ну, потому что справочник номенклатуры изначально в ОПП был перенесен с бухгалтерии, кладовщики вели его плохо, поэтому там есть много лишней информации в справочнике. Окей. Давайте по контурам пройдемся. Какие контуры мы будем переносить? Я понимаю, что здесь чего-то может не быть, ну, тогда просто отдельно посчитаем потом в таблице. В ОПП у нас ведется весь бухгалтерский учет. Налоговый учет у нас ведется вручную. Также считаются кадры зарплата, производство, склад, закупки, продажи, казначейство. Бюджетирования в ОПП нету, вот, но его можно как бы сделать вторым этапом. Ну, давайте мы его включим, если это потенциально может войти в контур автоматизации. СРМ тоже в ОПП нету у нас, но его нужно будет сделать вторым этапом. Ну, как бы так. Документа оборота нет, ремонтов нет. Хорошо. Может быть, какие-то контуры, которые здесь не представлены, может быть, у вас МЕС-система сбоку стоит? Нет. Хорошо. Количество интеграций какое предполагается? Ну, условно говоря, кроме ОПП, какие еще сбоку от нее стоят системы, с которыми она обменивается чем-то? Ни с какими больше не обменивается. Хорошо. Соответственно, я предположу, что вы хотите проект, ну, условно, под ключ, да, то есть, чтобы вендор, подрядчик вам назвал какую-то сумму. Да. Занес ее в контракт. Насколько вы оцениваете степень доработки вашего ОПП? У нас типовая конфигурация и, как бы, выгрузка помощником перехода с ОПП на ERP переносится основная часть справочников, справочная информация. Остатки не переносятся. То есть вы рассчитываете, по сути, на практически типовой переход на новую систему? Да. Окей. Ну, в этом случае, я думаю, калькулятор тут некорректно даст оценку. Ну, насколько-то, конечно, там даст. Вот по калькулятору такая бешеная сумма получается. Но раз у вас действительно абсолютно типовая, просто зачастую стандартный запрос – это у нас, извините за мой жаргон, в хлам перепиленная ОПП, мы хотим перейти на более-менее типовую ERP. И вот тогда начинаются большие объемы. Ну, вот какая-то сумма получена. Скорее всего, вот там даже не очень, наверное, понятно, что нужно будет моделировать, если у вас технический перенос. Но с другой стороны, возможно, что какие-то адаптационные вещи надо будет сделать. Вот вы знаете, у меня еще такой вопрос. Как бы мы этим делом начали заниматься с 2018 года. То есть в 2018 году мы купили ERP, и перейти мы на нее не смогли. Вот. Сейчас как бы выходят новые версии ERP. Вот. Ну, была версия 2.4, мы ее оттестировали. Версия 2.5. И вот, в общем, нам нужны были доработки по производству. И, в общем, вот версии 2.5.7 мы уже в типовом функционале увидели те механизмы, которые нам нужно было в ранних версиях бы дорабатывать. А теперь в версии 2.5.7 дорабатывать их не нужно. Ну, отлично. Отлично. Вот. Как тогда вот? Мне кажется, для вас идеальным вариантом было бы найти не какого-то там полноценного и позиционирующего себя так, как проектный офис подрядчика, а одного-двух действительно сильных, может быть, фрилансеров, может быть, в штат себе взять людей с опытом соответствующим и минимальными суммами реализовать это буквально там за несколько месяцев. Опять же, если предположение о том, что для вас типовой функционал подходит и процессы не менялись, и они там один к одному, по сути, лягут верно, как альтернатива можно попросить кого-то извне сделать некую сверку. Опять же, сформировать вот этот самый реестр процессов и убедиться в том, что по всем этим процессам все в новой системе будет плюс-минус работать так, как в старой. Хотя отличия все-таки у ERP от UPP значительные, и есть определенная вероятность, что какие-то процессы, вам придется под них адаптироваться, чтобы сохранить систему в типовом варианте. Вот тратить ли вам порядка полумиллиона, если не больше, рублей на то, чтобы пришли какие-то люди, например, из Кадрлайна, и сказали, что вот все тут вам можно оптимизировать, но стоить это будет космических денег, я сомневаюсь, что вам это нужно. Вот в случае, если бы у вас было сильно переписанное УПП, да, однозначно, да. В случае, если вы используете типовую, вообще вопрос, зачем вам переходить, там, до 26-го года УПП будет поддерживаться. Вот у меня еще такой вопрос. Значит, у нас вот как бы, ну, вот этот камень прикновения, это производство было. В версии 2.5.7 мы увидели вот изменения, которые нам нужны были по распределению затрат. Вот, но эта версия 2.5.7 пока только для ознакомления идет. Но у нас еще остались как бы вопросы по сдельным нарядам. Они у нас вот сдельные наряды не стыкуются. Мне кажется, если у вас уже есть перечень вопросов, которые вы для себя сформулировали, вы можете просто какие-то разовые консультации заказать либо у франчайзи, либо, опять же, на мой взгляд, если вы планируете переход, возьмите себе либо на ГПХ, либо в штат какого-то уровня архитектора человек, который вам этот переход сделает, все настроит, вы поймете, что нормально взлетело. И дальше уже силы, наверняка у вас есть штатный программист или администратор, или несколько, эту историю поддерживать. Есть, но у меня есть вопрос. Может быть, нам еще посидеть на УПП и подождать? На мой взгляд, вам лучше посидеть на УПП по той простой причине, что, вот вы сами это подтвердили, да, идет динамика развития ERP, появляется новый функционал, который, ну, скажем так, все ближе и ближе к тому, что вы хотите. Если система работает и она вас устраивает, ну, зачем сейчас вот тратить на это деньги, тем более, что, по сути, у вас еще пять лет почти в запасе есть. Хорошо. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Давайте мы тогда, может быть, еще кого-нибудь выслушаем. Алло, слышите, да? Да, Юля, здравствуйте. Да, я появилась. Отлично. У меня вопрос такой. Мы сами являемся франчайзи, и я делаю как раз оценку проектов. У меня есть действительно такой же чек-лист, то есть подсистема, я внедряю ERP, такой же чек-лист с этими подсистемами. И хочу вот как раз тоже сделать оценку. Пример у меня – это переход с УТшки, допиленный-перепиленный в доску, по подсидениям производства, хотят перейти на ERP в систему. Вот. Очень много доработок. И доработки в плане синхронизации, интеграции с Битриксом. То есть все статусы документов, которые есть в ERP, то есть у заказа клиента, заказ на производство, все эти статусы должны переходить в аналогичные статусы в систему Битрикс. Вот. Насколько вот, как правильно посчитать эту стоимость проекта их? Мы же сейчас предварительно как-то можем только рассчитать. Да. Если бы были опросники там по 100 вопросов на каждый контур, тогда рассчитали бы поточнее. У меня в планах есть такой калькулятор сделать, прям вот параметрический, хороший, не в пять галочек, а по каждому контуру, исходя из кучи опросников. Вот это уже более-менее будет какая-то внятная история. А так мы можем вот индикативно сейчас какую-то стоимость получить. Да. Я сама на самом деле создала как раз на каждый вот этот контур такую кучу вопросов. У меня где-то по 40 вопросов. Я сама сейчас в такой технологии работаю. Но мне вот, например, почему я еще вопрос спрашиваю? Мне вот непонятно на предыдущем вопросе, какая реально примерно стоимость получилась, хотя бы ориентировочно. То есть от 700 тысяч до 15 миллионов. Ну, понятно, что эти деньги очень тяжело заказчику вывести. Почему от 700 до 15? Нет. Или это за каждый пункт? Это, смотрите, вот пять первых строк – это этапы. Последняя – это стоимость индикативная. Но я говорю, она в данном случае, я признаю, что она некорректная. Там таких денег не будет. Это было бы применимо, если бы у коллеги УПП была перепиленная. Насколько-то она была бы погичена. Когда надо было реинжиниринг процессов делать, натягивать ERP на процессы заказчика, тогда да. А если просто технический переход с каким-то донастройкой, ну, нет, конечно, сотни тысяч рублей теоретически может штатный сотрудник это сделать. Я вообще не вижу смысла подрядчиков нанимать. Давайте ваш кейс рассмотрим. Да, Дмитрий, а вот сколько… Вот, например, у меня тоже штаб 100 человек сейчас, который представит проект. Переход, например, типовая конфигурация ERP в блоке склад закупки, продажи, производства. Ну, и часть бухучета. 100 человек и не большие… Давайте, давайте, считаем. Да. Давайте, значит, 100 человек, да? До 100. Да. Со справочниками и, в принципе, какая история? Ну, такая же история, не очень хорошая. Конечно, из дубля, естественно. То есть все-таки вот так, ну, допустим. Да, да, да. Так, контуры у нас какие? Бухгалтерия, производство, склад закупки, продажи, казначейства. Ну, пока не будем казначейство включать, пока вот минимально хотя бы посчитать. Бюджетирования нет, CRM нету. Так, и производство есть. А интеграция? Интеграция Bittrex и BUHA 3.0 в плане бухгалтерия. Так, ну, будем адаптировать все-таки под заказчик или прям вот по минимуму пройдемся? Вот давайте по минимуму попробуем. Давайте по минимуму попробуем. Так, ну, в принципе, опять же, если под ключ, ну вот. Вот, и какая из этих стоимости? Ну, вот обследование 600 тысяч, ну, ладно, я согласна. Ну, смотрите, да, но это обследование, обращаю ваше внимание, вот я говорю про экспресс-обследование, оно меньше будет стоить. Но если еще функциональные требования дополнительным приложением оформить, то стоимость будет вот примерно такая. Еще, знаете, Дмитрий, у меня просто, ну, как у коллеги вам вопрос. Стоит ли заказчику в коммерческом предложении давать количество часов по каждой работе? Например, там, изменение заказа клиента, там, 10 часов. Вот настолько детализировано давать картину заказчику? Я так считаю, если вы на момент формирования коммерческого предложения уже можете это оценить, то это просто гигантское преимущество перед всеми остальными участниками закупки, которые там примерно вот, как я сейчас, сидят, считают, там, и одной цифрой понимают, сколько это может стоить. Это значит, что вы погружены, вы понимаете детально специфику, и у вас, ну, вот это точно плюс. С другой стороны, если вы не знаете, так ли это будет, и это какая-то индикативная, там, по слюняве в палец оценка, тогда, наверное, не стоит. Потому что если потом ошибетесь, ну, зачем? Да, я как раз составляю прям вот, ну, по копейке вот все прям вот расписываю по 500 пунктов. И у меня есть разногласия с моим руководителем, он говорит, что когда мы даем такие детализированные цифры, заказчик начинает, ну, глубже понимать, он может отказаться от чего-то или начинать оспаривать это, ну, стоимость, количество работ. А давайте мы с вами, вот у нас здесь какое-то количество, я предполагаю, представителей заказчиков присутствует, давайте мы у них и спросим. Вот, коллеги, вам как? Максимально детализированную давать стоимость, или вот все-таки скорее индикативную? Ну, при этом важный момент, я понимаю, что хочется сказать максимально детализированно, вы должны понимать, что с вероятностью в 99% эти индикаторы, ну, индикаторы, точные оценки, они потом поплывут, и вы будете иметь беседу с подрядчиком, а почему здесь изменения. Да, да, так и есть. Вот поэтому я и хочу ваш опыт как бы использовать. Проходили через это, я был всегда сторонником максимально детализированной оценки, руководители всегда тоже говорили, давайте индикативно по максимуму, ну, то есть вот тот минимальный уровень детализации, который позволит, собственно, выиграть тендер или закрытый конкурс. Когда это полезно, опять же, если мы знаем действительно, сколько это стоит, например, мы уже работали с заказчиком, или просто конкретный запрос нам понятен, и второй момент, если контракт не фикс прайс, а, например, там по листам учет рабочее время, тогда от этих вот индикаторов, детальных оценок там ни жарко, ни холодно. А тогда вопрос по тендерам, у нас тоже такая история есть, да, это же все очень условные оценки тендерные и очень условные запросы договора проектного, да, то есть первый этап столько-то часов, мы же по факту не можем экспресс-отчет произвести, мы не можем на тендере просто дернуть там за миллион что-то, а потом это окажется не миллион, а все два там и три, в минус уйти. Вот как вы оцениваете? На то тендеры и рассчитаны, что риски. Ну, нормальный тендер как происходит, вот прям хороший там, либо хорошая внутренняя команда, просто понимая, что не хватает ресурсов для этого проекта, делает документацию и в открытую общается с потенциальными подрядчиками, и там у некоторых франчайзи просто есть инвест-бюджеты на вот эти какие-то нанообследования, там, не знаю, там часов по 40, просто вообще вот хоть на полпятки погрузиться в заказчика, вообще понять там уровень адекватности и что предстоит. В остальных случаях это, ну, может быть, можно еще, я встречался с тем, что нанимали, например, нас нанимали, там, другие компании нанимали для как раз формирования технического задания, естественно, преимущество сразу получает человек, который делает эту документацию, ну, компания, вот. Были случаи, когда две компании нанимали, они два варианта документации делали, выбирали в итоге там, ну, или сводили из двух одну и в итоге выставили на площадку, ну, если прям вот совсем по-честному. Спасибо. Так, давайте все-таки мы у заказчиков, если они среди нас присутствуют, на что я надеюсь, спросим все-таки вот детальные оценки или индикативные. Можете вот просто слово «детальный» или букву «Д» или букву «И» поставить, какие вам, вот будучи заказчиком, вам каких хотелось бы получать с учетом реальности все-таки, а не вымышленного мира, где подрядчики все всегда знают и не ошибаются в оценках. Пока коллеги пишут, у меня вот был пример, мы делали оценку проекта по фиксе, то есть был бюджет, мы ввели учет задач в Битриксе и, соответственно, была такая история. Есть плановая оценка, ну, условно, тут 40 часов, тут 20, тут 100, тут там 8 и так далее. Естественно, фактические трудозатраты где-то превышали, где-то не добирали. Ну, нормальная история, то есть мы все-таки работаем под общей границей, и наши задачи ее не превысить или превысить немного, ненамного. А дальше заказчику стало не очень сильно нравиться, как оно все идет, он захотел углубиться в микроменеджмент, нанял даже дополнительного аналитика, который этим должен был заниматься, и получилась очень классная история, после которой я вот больше в эти игры не играю. Что вам говорит заказчик? Смотрите, у вас есть оценка плановая, 40 часов. Вы нам показываете фактические оценки, ну, фактические затраты, а то мы не понимаем, на что вообще тут у вас происходит. И началось следующее. Смотрите, у вас здесь плановая 40, фактическая 20, значит, мы вам заплатим 20. А вот здесь у вас плановая 20, а фактическая 100, ну, плановая же 20 была, мы вам заплатим 20. И вся вот эта вот история с фикс-прайсом, она просто вот в одно место улетела. Заказчикам через некоторое время пришлось расстаться. Поэтому если кто-то просит показывать фактические затраты при фикс-прайс-проекте, он идет гулять далеко. Это колоссальные риски, это какой-то нереальный уровень доверия должен быть между сторонами. То есть это тот случай, когда, показав фактические трудозатраты, подрядчик, по сути, рассчитывает на то, что заказчик им уверует в то, что это действительно, например, в два раза больше стоит, чем запланировано было, и докинет денег в бюджет. Ну, согласитесь, это скорее фантастика, чем реальность. Я отвечу, с вашей позиции, на вопрос Елены. Как в итоге выставляется стоимость заказчику по предварительной ли оценке или с возможностью корректировки после этапов? По нашей практике мы никогда не подписываемся на весь контракт сразу. Максимум, что мы делаем, мы подписываемся под некую верхнюю границу. Предварительно, и в договоре это много раз указывается, что это предварительная стоимость. Предварительно фиксируем стоимость этапов. А дальше происходит примерно следующее. Мы делаем обследование. Это я сейчас рассказываю, скажем так, худший для нас вариант, но возможно. Потом расскажу лучший, который мы пытаемся по максимуму с заказчиками все-таки заключить такие договоры. Делаем первый этап. Понимаем индикативно, мы вообще попали, не попали. Если мы понимаем, что мы не попали, ну, либо договариваемся об изменении бюджета сразу, либо выходим из проекта. Ну, говорю, как есть. И мы не заключаем договор, где есть пункты из разряда, и там исполнитель не имеет права выйти из проекта, у него какие-то там дикие штрафы нет. Обе стороны, каждая, могут при определенных обменяемых условиях выйти из контракта. Далее. Делаем этап моделирования. И вот тут самое интересное. В 90% случаев плановая оценка этапа разработки после этапа моделирования вырастает. Потому что как бы заказчик не декларировал типовое, мы хотим типовое, у нас все будет типовое, ERP, там, не знаю, ухай и прочие конструкции, они же такие классные, они так сильно развились. Чем крупнее заказчик, тем меньше шансов, что там что-то типовое будет. Потому что сложившиеся процессы, корпоративная культура, сильные функциональные заказчики, которые там годами работают, и вообще у них свое мировоззрение, особенно, например, западное, на организацию процессов, начинается, извиняюсь, бойня между проектной командой даже со стороны заказчика, которые пытаются их утрясти, и функциональщиками, которые говорят, нет, это вот ваша система работает не так, как мне надо, и там что-то не умеет, там кликов много, а где-то действительно чего-то прям вот нет. И дальше следующий волшебный момент происходит. Значит, получив там бюджет на разработку, который, скорее всего, будет сильно превышать плановый, опять же, это в случае, когда заказчик изначально при контрактовании, даже в ограничениях и допущениях обычно пишется, что везде, где возможно, используется типовой функционал. Ну и расшивается это прям условиями. Наступает процедура, кто-то ее там обрезкой называет, кто-то оптимизацией, кто-то сортировкой по кучкам, по-разному. Все будущие доработки делятся там по умолчанию на три части. Жизненно важные, там очень важные и прочее. И вот главное, чтобы первая кучка уложилась в плановый бюджет. Тогда все, тогда проект нормально дальше идет, просто все остальное уходит на развитие потом. Но, естественно, заказчики же хотят получить максимум здесь и сейчас. И начинается война за то, чтобы утрамбовать подрядчика. Вы же нам обещали, вот вы за бюджет подписались. И на вот эту фразу, что мы хотим типовое, все перестают обращать внимание всегда, вот в 100% случаев. Я не встречал вариантов, когда было как-то иначе. Лучший вариант, когда с заказчиком мы договариваемся о том, что действительно успокаиваются немножко функциональщики и все-таки снижают свои аппетиты. Зачастую, еще хороший вариант, когда все-таки бюджет увеличивают. Но там и сроки, соответственно, едут. Это такой не самый лучший вариант. Ну, а если заказчик упирается рогом и говорит, нет, вот вы обещали сделать за x миллионов, а тут у вас там, не знаю, 1,5 x миллионов вылезло, и вы виноваты в этом. Мы, опять же, мы выходим из договора. Вот такая вот суровая правда жизни. И практически все франчи сейчас так поступают. А те, кто так не поступают, попадают на большие, извиняюсь, бабки и в итоге продаются большим врачам, которые научились так не делать. Поэтому, отвечая на вопрос, как вот это делается, в худшем для нас случае мы сразу называем весь бюджет, а в лучшем для нас случае мы говорим, давайте за 200, 300, 500, в зависимости от количества контуров тысяч, сотен тысяч, 500 тысяч. Сделаем вам обследование, расскажем, как мы будем делать этот проект, познакомимся с вами и скажем вам стоимость моделирования. По итогам моделирования, получив список функциональных разрывов и отсортировав их по кучкам, мы уже будем получать стоимость разработки и дальше, исходя из нее, считать стоимость подготовки и запуска. Дмитрий, можно обратиться тоже за примером, может быть, расчета? Тоже классическая ситуация, предполагается переход с УПП на ГРП, а компания производственная, фармацевтическая промышленность. Давайте попробуем посчитать. Давайте. Так, количество пользователей, ну, где-то около 150. Ну, вот тут, на самом деле, очень большая разница будет. Ну, два расчета сделаем, вот этот и следующую колоночку, строчку выберу потом. В фарме сенсы обычно все очень плохо. Как у вас? У нас все не очень плохо, где-то я оцениваю это на 4 из 5. Хорошо. По контурам. Так, ну, бухгалтерский и налоговый учет, кадровый учет, да, да, да. Вы это все планируете в ЕРП пихать или все-таки в отдельные базы? Пока планируем все в ЕРП. Окей. Так, 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 так. Да, казначейство бюджетирования у нас тоже есть. МСФУ у нас нет. Но именно ЕРП, вам, ну, просто популярный вопрос, но ничего, функционала ЕРП в части казначейства бюджетирования, вы понимаете, что вам хватит? Вам ЕРП не нужен будет с его... Мы пока этого не понимаем, мы предполагаем, что нам хватит. Хорошо, да. Документы обороты у нас... Ой, куда-то уехало. Документы обороты, да, у нас есть. И у нас он сейчас интегрирован своими силами с УПП, там, ну, в части согласования договоров и там некоторых мелочей еще. СРМ. Ну, у нас... Мы пользуемся модулем СРМ в УПП. У нас есть отдельная СРМ-система для наших региональных представителей, но мы сейчас... Давайте уберем ее. Она специализированная, да. ТАИР, да, мы как это подсистему УПП сейчас используем. У нас куплены конфигурации и встроены в УПП. Так, дела нет. Да, все. Интеграции сколько будет? Вот внешняя СРМ-система? Ну, конечно, у нас ИТИЛ есть, у нас, собственно, написанный. Ну, ладно, сейчас давайте его не будем ставить за рамки. Интеграция. Так, у нас интеграция должна быть с документооборотом, с корпоративным порталом. Наверное, две. С СРМ-системой? Ну, СРМ-система нет, у нас нет, нет, нет. С СРМ нет. Ну, окей, пусть будет две. Так, ну вот смотрите, там в районе тридцатки вылезают, но я боюсь, что здесь вот либо вот так, либо вот так на самом деле надо будет. Вот, там вы не обойдетесь наиболее критичными. У нас еще, знаете, так как лекарственная продукция, то маркировка. А вот беда ERP, что она не поддерживает маркировку любых товаров, кроме лекарств. Ну, пока так. Ждать, ждать, будет поддерживать. Собственно, смотрите, вот, наверное, это будет оптимистичный вариант для вас. А реалистично-пессимистичный, я вам сейчас скажу, какой будет. Давай. Такой. Ой, что-то. Да. Ну, то есть, смотрите, мне кажется, вилку, я бы, вот, если бы мы на встрече с вами общались, я бы вам вилку назвал там от 50 до 100 с хвостом. Вот просто вот по тем исключительно данным, которые вы мне говорите. Интересно. Вот. И можно сейчас вот ваш кейс, например, мы можем в Excel посчитать ресурсным методом. Значит, сколько у нас там контуров было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вот, допустим, нам нужно десять аналитиков по каждому. Ну, понятно, что там их поменьше, может быть, нужно будет, но... Excel виден сейчас? Да. Отлично. Значит, смотрите, аналитиков. Аналитики. Восемь аналитиков. Значит, давайте мы пропустим этап обследования. Мы просто вот там с коэффициентом включим как 0,1 в этап моделирования. Сейчас посчитаем этап моделирования. Значит, он будет длиться у вас, скорее всего, четыре либо пять месяцев. Ну, я, наверное, пять поставлю. Ой, нет, счастье, это перебор. Хотя с учетом обследования, да, скорее всего, вот полностью все обследовать и отмоделировать, согласовать с вами, с отрисовкой процессов, с возможным частичным реинжинирингом процессов. Подскажите, планируется такое? Да, планируется. Ну, то есть, это месяцев. Соответственно, у нас там в среднем по 176 часов в месяц, например, да, там люди работают. Значит, ну вот я по нашей ставке, например, посчитаю. Так, 8 аналитиков. Значит, помимо аналитиков, у нас будет 9-м я добавлю руководителя проекта. Ну, допустим, администратор у нас будет условно бесплатный. Значит, это будет 9 человек. Что-то меня тормозит. Сейчас, секунду. То есть, 8 аналитиков и РП, 9 человек. Так, перемножаем. Так, 34 миллиона, если я не ошибаюсь. Давайте, вот 34 миллиона – это моделирование с обследованием. Давайте смотрим, что калькулятор нам выдал. Так, где у нас калькулятор? 38 миллионов. Так, это, кстати, максимальный вариант, я сейчас считаю. Дальше идем, следующий этап – это у нас разработка. Разработку просто индикативно можно считать перемножением в полтора раза. То есть, на каждых двух аналитиков будет один разработчик, как ни странно. Не наоборот. Потому что аналитики сначала дают постановку разработчику, они у них постоянно что-то спрашивают. Дальше аналитики тестируют, возвращают, перетестируют и потом сдают это функциональному заказчику. Реально, в среднем получается, что один разработчик хороший может обслуживать двух аналитиков. Поэтому мы просто делаем умножение в полтора раза. Ну и по срокам это те же самые, скорее всего, будет 5-6 месяцев. Ну, интегрально умножение в полтора раза. Соответственно, это у нас вот эта сумма умножить на 1,5. Вот. Дальше сколько займет подготовка к запуску? Ну, я думаю, не меньше трех месяцев, потому что там нужно будет кучу раз делать переносы данных, проверять настройки. Опять же, так как контуров много, нужно будет четко разграничивать права и настраивать интерфейсы. Ну, теоретически в два месяца можно уложиться? Давайте оптимистично подойдем, но реально три. Как будем считать, оптимистично или реалистично? Реалистично, конечно. Хорошо, тогда у нас получается, сколько у нас будет? У нас все те же аналитики будут работать с руководителем проекта. Это 9 человек. И, скорее всего, 2-3 разработчика нам понадобятся еще из, ну, парочку, наверное. То есть это будет там 11 где-то человек, которые в течение трех месяцев по тем же самым там 176 часам будут нам готовить систему к запуску. Это у нас получится... Так, сейчас... Там у нас сколько было? 51. Да-да-да, сейчас я верну. Так как с нуля делаю. Вот, ну, на самом деле, вот здесь я, наверное, с собой не соглашусь. Должно быть поменьше. Наверное, где-то в десятку мы все-таки должны будем уложиться. По ощущениям. Вот тут, наверное, ресурсный метод с жизнью сильно расходится. Ну, давайте вот так вот я просто сделаю. Все-таки хотя бы так. Это действительно будет такой достаточно пессимистичный вариант. И, собственно, опытно-промышленная эксплуатация. Если у вас своя команда есть, то, в принципе, часть задач можно на нее скинуть. Но если брать по умолчанию, 50% занятости аналитика у всех, руководитель проекта по-прежнему с нами. И, ну, я думаю, опять же, там пара программистов на фулл-тайме. Вот именно ресурсно так можно забюджетировать. Когда у нас получается не 8, а 4 аналитика фулл-тайм, пятый РПшник, 7 человек. 7 человек в течение трех месяцев. Ну, опять же, 176 по этой ставке. Смотрим, что там получится. Ну, примерно такая же сумма. Ну, вот давайте смотреть, что у нас получилось. Итого. 112 миллионов. Почти 113. Ну, то есть вот 100 с хвостом. И на самом деле можно, безусловно, пытаться это сильно оптимизировать. В итоге все равно, если не фулл-тайм считать людей, то это невозможно для подрядчика становится. Я тут вижу вопрос, как появились 8 аналитиков в расчете. Один аналитик на контур. Мы взяли просто количество контуров и по одному аналитику на контур. Значит, смотрите, первая строка у нас – это анализ, описание. Смотрите, это у нас обследование плюс моделирование. Это у нас… Доработки? Точнее, даже тут обследование плюс моделирование плюс проектирование. Ой. Плюс проектирование. То есть на выходе у нас полностью описание модели 2B, демо-примеры, документы, описывающие все бизнес-процессы и частные технические задания на будущие доработки. Ну, то есть эти функциональные разрывы, да? Ну, не на уровне функциональных требований, то есть там не по три строчки на разрыв, а прямо уже документ, по которому, в принципе, разработчики могут работать. Ну, осознанные разработчики, скажем так. Кому-то еще надо будет детализировать. Ну, значит, это у нас… Да, это частные технические задания. Это разработка плюс тестирование функциональное, плюс тестирование пользовательское. Ну, точнее, сквозное, сквозное, давайте. Сквозное. То есть одно дело, когда у нас есть 200 функциональных разрывов, по каждому мы сделали доработку, и 200 тестов мы прошли, пусть даже там с программой и методикой из питаний, но надо же это все сложить в цепочку, потому что какой смысл в этих 200 доработках, если оно в итоге не работает. Вот на это вот сквозное тестирование тоже достаточно много времени уходит и ресурсов заказчика, обращаю ваше внимание. Дальше это подготовка к запуску, вот, и, собственно, опытно-промышленная эксплуатация. Ну, и по срокам это полтора года. Шесть месяцев здесь, и вот здесь вот там пять, ну, пять-шесть. Понятно. Ну, мы так и планировали с 23-го запускаться, да, поэтому… У вас полтора года осталось. Да, в графику мы пока уходим. Да, ну, вот такой расчет. Да, конечно. Наверное, утрамбовать там до сотни вполне можно, вот. Сумма впечатляющая, получается, конечно. Просто учитывая, что УПП, например, мы внедряли своими силами, силами своего подразделения, но, конечно, это… Посчитайте в «Человек-часах» как раз. Да, понятно. Кстати, давайте я сейчас посчитаю, вот сколько это будет «Человек-часов». Это вот у нас на те же 300 я сейчас разделю. Ну, 30 с хвостом тысяч «Человек-часов». Допустим, мы это еще разделим на 12 месяцев, да, ну, там, вот если за год. И разделим это в месяц, разделим на 176. Ну, это вот 14 человек, 15 человек в течение года полностью пишут «Систему». Вы, наверное, ее писали лет 5-6, я предположу. Больше, 10, да. 10 лет силами, наверное, 3-4 человек. Да, да. Ну, вот оно перемножением простым дает то же самое. Математику не обманешь. Спасибо, да, очень интересно. Так, мы говорим только о переходе с конфигурации 1С на другую. В основном, да, но, в принципе, подобные расчеты применимы насколько-то и для перехода, например, с SAP или с XSAP. И, например, если касательно бухгалтерских систем, скажем, там, паруса или боскодровика, там, с каких-то более… Ну, еще есть переход с Excel в 1С, самое сложное, потому что в Excel все очень понятно и удобно. Есть ли методики перехода с учетом? У меня нет. По той простой причине, что статистика таких переходов – это десятки запросов и единицы проектов. А вот по тому, что мы сейчас считали, это тысячи запросов, сотни коммерческих предложений и десятки проектов. Просто другой уровень статистики я, соответственно, ну, экспертным методом я что-то, наверное, могу оценить, но не более того. Смотрите, я видел, там просто было еще пару вопросов по именно вот этапам, где что делается. Подскажите мне, пожалуйста, есть ли смысл сделать отдельный вебинар по проектной технологии, вот детально разложить, что за этапы, показать примеры документов, которые там рождаются, почему они такие, на каком уровне детализации делается описание тех же бизнес-процессов, что такое ЧТЗ вообще, что там в нем есть и так далее. Ну, смотрите, ресурсной оценкой точно можно пользоваться, это же не ноу-хау какой-то, это просто есть человек, он работает 176 часов или 160, ну, каждый по-своему считает, 176 часов в среднем в месяц, он сколько-то рублей в месяц стоит, все, вот, пожалуйста, считайте. Ну, кстати, знаете, мы кого забыли в этом расчете? Мы забыли функционального архитектора, я к своему стыду его тут забыл, но добавьте, будем считать, что он один из наших аналитиков. Вот, то есть позиция функционального архитектора подразумевает, что у нас он не делает что-то по конкретному контуру, он как раз сводит информацию от аналитиков и принимает решение, как и где мы что реализуем на стыке контуров. Потому что очень часто требования двух смежных, например, функциональных заказчиков, один на закупках, второй на продажах, да, или там еще складовщик где-то, они очень часто расходятся, каждый хочет своего, и надо это вот все слепить в работающую систему. Ну, в принципе, сильно не будет влиять. Так, ну, отлично, давайте тогда через некоторое время сделаем вебинар по проектной технологии. Супер. Спасибо за фидбэк. Окей, коллеги, спасибо большое, что посетили, уделили время. Если кому-то нужно что-то посчитать, обращайтесь. Еще раз, меня зовут Шатохин Дмитрий, я, собственно, и продажей, и реализацией проектов в качестве куратора в компании Кадрлайн занимаюсь, так что буду рад с вами пообщаться. Всего доброго. Смотрите, калькулятор пока публично недоступен, мы хотим это превратить в некий сервис, ну, знаете, как вы там что-то посчитали, вам потом там заполните данные, вам расчет на почту высылается, и дальше вам будет звонить какой-нибудь умный менеджер и говорить, давайте встретимся. Вот в таком виде. Но если вы хотите просто вот что-то посчитать, обращайтесь, мы с вами вот в таком же режиме по конфколу сделаем расчет, все это проверим разными методиками, ну, и дальше уже цифры у вас будут как минимум. То есть пока это для внутреннего все-таки пользования. Ну, и вот так вот на вебинарах что-то показать. На сим все. Спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»